И всем привет, ребят! С вами Мастер Вайка и сегодня записываем новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игромой тематике и именно обзору новых устройств на нашу новую замечательную пушку Скорпион. Сегодня мы находимся уже на нашем специальном аккаунтике. Ну и сегодня мы протестируем одно из уже новых интересных устройств. Всего их появилось три. И вы в комментариях можете написать, какое устройство протестировать следующее. Ну а я в тележечке у себя спросил, какое устройство вы хотели бы увидеть в первую очередь. И вы написали, что нужно протестировать пусковую установку стаи. Это то самое устройство, которое дает возможность сводиться на более маленьких дистанциях и, соответственно, уменьшить шанс уклона противника от ваших ракет. То есть, по сути, иметь стопроцентную, качественную, хорошую сводочку. Потестируем сегодня это устройство, посмотрим, насколько хорошо оно будет работать. Ну и в дальнейшем, я думаю, что если у вас будет к этому интерес, если вы хотите, чтобы мы и дальше продолжили все это дело протестировать и затестили по итогу эти все три устройства, то обязательно поддерживайте данный видос лайком. Ну и пишите в комментариях, какое устройство тестируем следующее. Ну а мы отправляемся в бой. По вооружению, я думаю, что мы можем что-нибудь здесь поменять, потому что прошлый раз я играл на викинге. Ну и в целом, наверное, он себя хорошо показал, но сегодня я бы, наверное, давайте взял бы хантера, ну и плюс поменял бы какую-нибудь красочку. У меня, конечно, здесь не супер большой есть выбор их, но давайте что-нибудь сейчас быстренько присмотрим, какую-нибудь интересную. О, например, такую торпедочку возьмем, старую добрую, либо же что-нибудь новое. Вот, к нему себе. Ну давайте просто дефолтную синэстезию. Офигеть, синэстезия анимированная. Я раньше всегда думал, что эта краска не анимированная. Ну и отправимся в бой. По сути, нам желательно, чтобы была не маленькая карта, но давайте закинем просто быстрый бой, сыграем одну каточку, там уже посмотрим, куда нас кинет. И что мы там сумеем показать? По дрону у меня стоит кризис. По сути, ну, наверное, сейчас с обновленными дронами мало что может сравниться с ним, да? Ну и по сути, наверное, это один из немногих дронов, который имеет возможность дополнительного урона. Так, ну и давайте смотреть, что же у нас будет здесь по сводкам. Сводка летит ниже, но через мост не перелетает. И это, конечно, печально. Сводка сама по себе с перезарядкой примерно, наверное, такой же, как и была раньше. Поэтому здесь, наверное, удивляться нечему, но ракеты летят, да, значительно ниже. Соответственно, у них должна быть возможность, да, залета на такую дистанцию, при том залету очень и очень простого. То есть, без проблем, маленькую дистанцию можно закреплять и можно сливать. Сплэш урона, я так понимаю, что у этих ракет нету, но за счет того, что вы можете сводиться на такую маленькую дистанционочку, то это должно быть супер эффективно. Ну и здесь как бы уже и такая средняя дистанция тоже залетает неплохо. Вообще, мы можем взять, по сути, сегодня, наверное, не кризиса, а взять даже того же гипериончика и на нем тоже пошпилить. Давайте сейчас я, когда меня сольют, переоденусь. По сводке здесь вообще вопросов никаких нету, когда сводится у вас сама пушка по противнику с тем раскладом, что вам надо чуть-чуть хотя бы поймать, да, и сводка сто процентов залетает. Это супер-супер жестко прибалансивает в плюс вашу пушку. У меня даже гиперион здесь оказывается не качанный. Ну ничего, исправим сейчас эту быструю ситуацию. Хоп-хоп, цик-цик, готово, есть. Так, ну и по катке у нас в целом надо немножечко запотеть, немножечко постараться. После кризиса, конечно, непривычно, что у вас танк не так быстро едет, но ничего страшного. Если бы это бы устройство, бы еще бы имело бы сплэш-урон. Ой, я думаю, что это было вообще супер-опачки, не понял сейчас. А вот сейчас я, если честно, не понял. А почему у меня сводка на такой дистанции не залетела? Это же сводка, которая залетает даже по таким дистанциям нормально. Обычные дефолтные выстрелы тоже очень хорошие. Так, ну и смотрим. Не понял. А-а-а, у него и сводка слетает что ли? Немножко не понял я этого прикола. Почему сводка какая-то супер, тоже не крутая, не стабильная. Она не сводит танк как дефолтная пушка. Что-то тут уже подхимичили, я так понял, да? Что-то здесь уже есть какие-то проблемы со сводочкой, я так понимаю. Надо как-то взять. О, вот так. Ну да, вроде как с этим устройством поменяли. А хотя, видите, дистанция на сближение чуть-чуть дал и все, и не залетает. Что за прикол? А смысл тогда от этого устройства, если я чуть-чуть сблизился и оно уже не залетело? А нафиг мне это устройство тогда надо? Объясните мне, пожалуйста. А? Что это за рофляндеры? По сути, там расстояния не было такого прям большого, чтобы я бы сказал, что типа там супер большое расстояние, ой, супер маленькое расстояние, и типа сводка по этому не залетела. А-а-а, да, все равно, короче, есть дистанция, с которой она бьет сводочку, а есть, которая не бьет, да, то есть все равно дистанцион какой-то определенный должен быть, чтобы эта сводка залетала. А я думал, знаете, можно вообще тушить в упор, и оно все равно будет наносить дамаг, то есть даже просто оно будет сразу угла давать контента и сто процентов залетать. Оказывается, нет. Оказывается, нет. И я так понимаю, что еще есть проблемы со сводкой в том плане, что она не работает как дефолтные параметры пушки с точки зрения того, что вы чуть-чуть ловите противника на прицел, на сводку, и наносите уже дальше сводку даже по противнику, если даже он не в вашей поле видимости, да. Здесь вам надо, чтобы это сто процентов сводочка. Ну, здесь, да, здесь я, конечно, супер близко встал. Здесь вам надо, чтобы эта сводка была как на страйкере, да, то есть в поле вашего зрения. То есть мы можем даже проверить. Сейчас вот, например, я поймаю как-нибудь противникам сводочку. Сейчас поймаем и специально откачу чуть-чуть вот. А, нет. Ну, я не знаю, короче, есть момент, когда работает, есть момент, когда что-то не работает. Ну, сейчас давайте попробуем еще разочек. Вот разочек попробуем. А, еще время на перезарядку надо всегда это тоже просчитывать. Но такое, я бы сказал, не контентовое устройство. Не контентовое. Далеко не контентовое. Далеко. А, нет, сводится все четко. Это была, как говорится, моя ошибочка. Сводочка проходит все четко. Даже через стенки все проходит. Просто надо всегда, чтобы у вас прицел был на противничке. Если у вас прицел не на противничке, тогда у вас может эта сводка не сработать. А так все работает, все четко. Но все равно, да, то есть у вас есть возможность чуть-чуть более средней дистанции, да, но она не ловит на ближней-средней дистанции, да. И все равно эти залпы перелетают, да. Вот с такой дистанции, ну, наверное, она злит. Но сказать, что это норм, ну, наверное, неплохо. Да, наверное, неплохо. Но с точки зрения того, что у вас с обычной тычки есть возможность тоже нанести большое количество урона, то, наверное, это устройство не будет прям супер-мега актуально, знаете, да. То есть, чтобы я там сказал, что в нем есть прям супер-смысл там играть на нем, использовать и наваливать. Поэтому я бы, наверное, тоже начал присматриваться и к другим устройствам. Я другие устройства, конечно, еще пока что не тестировал и не знаю, что они из себя представляют. Но это устройство, я могу сказать, что не супер, прям пупер-дупер жесткое, мега-крутое, чтобы я там говорил, что оно там было. Имба, вот именно это, ребят, покупайте. Вот это самое жесткое, самое нагибающее, все остальное это там шляпа усатая. Нет, так сказать, к сожалению, не могу. И даже вот видите, через стеночку уронок куда-то в другую сторону улетает выстрел. Обычные тычки очень приятный урон дают, да. Вот это да, это факт. С обычных тычек, когда ты можешь нанести урон по полторушке просто по противнику, это очень круто. Это очень жестко. Но в других случаях, когда ты имеешь нестабильную сводку, еще и при этом раскладе, что эта сводка не то что нестабильная, она еще и непонятно на какой дистанции работает с этим устройством. Да, то есть как бы написано, что якобы она более уж совершенствованная и она на маленькой дистанции тоже должна работать, а она не работает. Она не работает. Да, то есть это получается какая-то уже средняя дистанция. На средней дистанции я, мне кажется, и с адреналином могу попробовать в моменте втушить урон и у меня тоже получится. Да, то есть, но в крайнем случае я могу просто обычными тычками покидать по противнику и тоже его уничтожить. Поэтому тут такое. Не сказал бы, что есть какое-то дополнительное прям супер преимущество. Но Ризис с этой пушкой, конечно, показывает себя куда жестче из-за того, что вы можете средний танк на ваншот сажать и за счет этого ваншота уже у вас открываются дополнительные возможности. Тут походу перелет, да? Да. Перелетик и без сплэш урона. Но мне очень интересно было посмотреть, что будет показывать сплэш урон. Сплэш урона устройства, на эту пушку, потому что у меня есть ощущение, что она будет прям супер крутым. Она будет прям супер крутым и она будет прям реально показывать ветер, показывать бабло. Ну и в Джаггернауте, конечно, эта пушка тоже себя очень круто показывает. Мы с Мишей записывали у него на канал видеоролик. Возможно, вы уже видели. Если вдруг не видели, то оставлю ссылочку в описании на этот видос. Там, конечно, ну, блин, ну, супер круто. Прям по Джаггернауту с этим устройством залетает... Ну, вернее, не с устройством, а с этой пушкой на больших картах залетает прям очень вкусно. То есть там такие плюхи контентовые, что я не знаю, с чего еще можно наносить настолько жесткий урон по противнику. Мне кажется, что любая другая пушка так, как эта пушка работать в Джаггернауте не будет. Да, то есть вы можете Джаггернаута найти под любым укрытием, да, из большого расстояния. Например, мы играли на карте магистраль и я с моста под любую стенку на вражеской базе давал сводку и оно еще летит так сверху и очень быстро, да. То есть если это устройство еще видно, откуда у вас летят ракеты, да, и можно как-то чуть-чуть попытаться предугадать, то там у вас даже шанса предугадать нет. Просто нет. То есть у вас сверху как сводка полетела и она виднеется только при самом-самом конце и она четко залетает в противника. Ну, бывает, конечно, иногда не четко, но по большей части это четкий залп, который работает супер эффективно, да. А насчет этого устройства, ну, что-то такое тип. Мне кажется, что актуальности в нем как таковой особо, если честно, нет. Так, ну катку мы доиграем, я думаю, что до конца уже. Мы тут вообще летим, если честно. На маленькую дистанцию сводку давать не вижу смысла. Давайте попробуем дать сводочку вон туда. Как раз противничек за стеночки заезжал и урона я ему что-то как-то очень мало набемсил. Когда там залетело какие-то копеечки. Прям супер копеечки залетели. Наверное, из-за того, что у него двадцатка, из-за того, что у него резист есть с этой пушки. Ну, в целом, наверное, ничего страшного. Так, что-то там противников очень много вышло в один тайминг. Это что за прикол? Какие-то ошибки, что ли, у всех сработали или что? Я не понял. Как просто в один тайминг, хоп, и три или четыре противника ливного скатки. У нас появилась сразу возможность камбечни. Сразу появилась возможность камбечни. Отлично, шариком сразу бэмсим. Так, да, наверное, какая-то ошибка произошла. Ну, давайте пробовать. Две точки захватили. Пробуем, кстати, дать туда вот сводочку. Залететь-то она интересна. Я думаю, что без шансов. О, нормально, хорошо. Сменила траекторию и под конец залетела противник, когда открылся через дом. А вот мне кажется, что дефолтное устройство, да, ну, например, адреналин, да, оно через стенку за счет того, что оно летит не на прямке, а туда так закидывает, да, типа такой данк делает жесткий, мне кажется, что оно через дом будет нормально залетать. А вот это устройство через домик уже не полетит из-за того, что оно летит под, наверное, где-то градусом сороковочкой, наверное. Если там идет больше под девяностик, то здесь где-то, наверное, сороковка от танка летит. Поэтому здесь попасть намного-намного сложнее по противнику, к сожалению. Хоть и у вас якобы есть возможность небольшой дистанции. Ну, такое, очень спорное устройство, очень спорное. К сожалению, оно суперспорное. Обычными выстрелами можно больше нанести по ощущениям урона, чем этой замечательной сводкой. Ну, в принципе, так, наверное, и надо играть на этой пушке. Сводка должна работать только в том случае, когда вам надо с респа, например, там свести про противнику. Вы даете супер по нему тычку, ну и потом уже просто работаете через дом. Залетает, хорошо. Ладно. Залетик есть, но тут как бы такой залетик покупал. Больше проверка была, работает или не работает. Обычные тычки, да. Это, конечно, вкусная вещь. Как оно залетает, не залетает, мне кажется, нигде больше. Тут, конечно, это ни с чем не сравнится. Мне прям очень нравится, когда ты можешь так с обычных тычек накидать по полтору лику. Еще и на супердистанцию, да. Вот, например, на такой дистанции ты можешь просто две с половой тычку дать. Но это очень приятно. Это прям очень достойно. Я надеюсь, что они еще какие-нибудь аркадные устройства сделают, что, например, будет ускорять перезарядку аркадного режима, но при этом, например, будет отключаться сводка, да. То есть, и ты тут сможешь просто с аркады только стрелять, и за счет этого у тебя будет такая хорошая пушка. Ну, с точки зрения шафта, например, это тройной выстрел, да. То есть, тоже такое аркадное устройство. Вот, если что-нибудь подобное сделают с этой пушкой, я думаю, что это будет прям очень бомбическое устройство, которое будет нагибать. Ну, а насчет стаи, у всех ребят, у кого есть эта пушка, я считаю, что это устройство не актуально. И его, ну, особо не нет смысла использовать. Да, вы сможете наносить на среднюю дистанцию урон по противнику, но оно вам надо. Вы обычными тычками быстрее сольете противника, чем вы будете давать эту сводку. Да, то есть, вы обычными тычками можете его и так уничтожить, а если вы играете с Крейсом, так вы вообще его ваншотнуть можете. Да, то есть, и использование смысла вот этой вот пусковой установки стая супер-супер мало. Да. Средняя дистанция бьет, чуть ближе приблизитесь, уже не залетает. Да, то есть, уже смысла нет. То есть, по сути, с адреналином вы там, ну, чуть-чуть больше расстояния возьмете и уже тоже попадете. Да, то есть, поэтому я как такового смысла не вижу. Тем более, тратить 250 тысяч Крейс на такое устройство, ну, как по мне, не супер-профитно и не супер-жёстко оно будет работать. Геймплей, ну, неплохой интерес, но это не имбовое устройство, которое имеет смысл на существование в нашей замечательной игре. Поэтому пишите, какое устройство из этих уже двух оставшихся мы тестируем в следующем. Разрывные боеголовки или разрывные снаряды. Поддерживайте обязательно видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте мой личный тег, это тегтимп. Устанавливайте его, поддерживайте меня, ну, и участвуйте в розыгрыше, итоги которого уже будет совсем-совсем скоро. На следующей неделе, 1 июля, мы уже делаем итоги по тегу на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Поэтому, если вы еще вдруг не успели поучаствовать, обязательно оформляйте тег, участвуйте. Вся информация по этому поводу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.